Приветствую вас. Я вначале не хотел отвечать на этот вопрос, потому что он не совсем из области технологии. Да, он больше, наверное, либо с религией, либо с эзотерическим связанным аспектом. Но потом я посмотрел, что уже отвечал вам на вопросы до этого, и вы мой ответ оценили. Я подумал, что не ради, ну, точнее, не только ради оценки, но и просто потому, что вы уже со мной знакомы немножко. Я вам стараюсь ответить на вопросы на ваши. Значит, ну, во-первых, нужно сказать следующее. Что если вы хотите обсудить именно вот какой-то такой религиозный момент, если вы хотите обсудить какой-то вот теологический момент, то здесь я все-таки рекомендую вам обратиться в соответствующий раздел. Вот у нас есть такой раздел, раздел религии. Вот, там можно этот вопрос задать. Соответственно, если вы ходите, чтобы вам догадали или как-то, я не знаю, вызвали у вас сон, например, то, соответственно, здесь тоже нужно обратиться к эзотерикам, потому что психологи этого не делают. Значит, вы говорите, что недавно вас покинула бабушка любимая. Вот, примите мои заболевания, пожалуйста, на этот счет. Вот, ваша бабушка, она прожила, наверное, очень долгую и бурную жизнь, вот, интересную жизнь. И, как бы, то, если она ушла, это, безусловно, очень печально, трагично, тяжело, но вы же понимаете, наверное, что никого вечного нет. Вот, значит, смотрите, вы говорите, что родственники очень переживают. Мы все. Я здесь, вот именно здесь, не очень понял, если честно, смысл. Если вы говорите, что мы все, близкие родственники, переживаем по этому поводу. А вы переживаете по поводу того, что написали до этой фразы или по поводу того, что написали после этой фразы. Давайте я буду исходить из того, что вы написали по поводу того, что до. Это нормально, что вы переживаете. Боль утраты. Это вполне естественно. То, насколько вы переживаете из-за бабушки, из-за смерти бабушки, говорит о том, насколько она для вас была важна, насколько она вам дорога, насколько вы ее ценили, насколько вы ее любили. Ну и, в общем-то, 15 дней – это срок. Срок далеко не такой большой, да, и спустя месяцы будет еще какой-то негативный осадок, да. Из-за этого, ну вот, из-за того, что произошло. То есть, еще раз повторю, это нормально. Абсолютно. Вот. Это вы переживаете, это нормально, плачете. Давайте эмоциям выход. Не нажимайте их напротив. Расслабьтесь и старайтесь это все выплакать. Выплакать, выкричать там, грустить обязательно. Это, ну, здоровая грусть. И без нее не получится как-либо пережить эту ситуацию. В целом. Вы пишите. За это время, то есть вот за эти, я так понимаю, 15 дней, да, значит, за эти 15 дней бабушка никому из вас не причасталась с ней. Возникает вопрос. Возникает вопрос. А должна была ли она приходить к вам? У вас нет. Если должна была, то почему вы так считаете? Откуда это утверждение, что она должна была прийти к вам во сне? Дальше. Значит, так. Как можно у нее попросить прощения? А прощения за что? За что вы чувствуете себя виноватой? Ну и, в общем-то, говоря, вы, я имею ввиду, что вы и ваши родные вы сделали что-то, бабушка? Или как? Ваш ту минуту чувствуете? Стратить, пожалуйста, понять, что всегда, абсолютно всегда, абсолютно и бывает такое состояние, бывают такие чувства, может быть, такие переживания, эмоции, и когда человек чувствует себя виноватым перед тем, кто ушел. У ушел. И это связано с тем, в основном, что когда в том, таком, вот, говорите, например, вы, да, бабушка, когда этот человек был жив, вы общались с ним, с этим человеком, так, как будто он будет жить всегда, грубо говоря, вечером. И когда человек уходит, те, кто остаются жить, они испытывают довольно сильное переживание, потому это не могут понять, как же это возможно. Вот они любили кого-то, они думали, что человек будет все время с ними вместе, да, он ушел, и его больше нет. И что делать с этим, вообще непонятно. Понимаете? И именно по этой причине у людей возникает такое чувство вины, вины. есть, они как будто бы винят себя за то, как общались с человеком. и как будто обвинят себя за это. Хотя в действительности, конечно, конечно же винить винить абсолютно не за что. Потому что вести себя человеком так, как как будто его жизнь, его путь не ограничен, и он всегда будет с например, с вами, да, не всегда тошнее будет с вами, не всегда, это сделать невозможно. Невозможно жить в таких мыслях, невозможно жить в такой позиции. Невозможно так думать. Это ну это нереально. Поэтому здесь вот следует понять такую вещь. И после этого после этого мне бы хотелось чтобы вы хотя бы попробовали, да, чтобы попробовали вообще это для себя увидеть еще и ну такой момент, что бабочка ваша в любом случае вот в любом случае не за что на вас обиды не держит. вот не за что потому что она любит вас так же как вы любили и уверен что любите и будете продолжать любить ее вот и нужно здесь подумать о том что хотела быть бабочка для вас чтобы чтобы было чтобы у вас чтобы она хотела опять же для вас и постарайтесь исходить именно из этих моментов что касается того как попросить прощения то на мой взгляд то как вы можете попросить прощения варьируется варьируется в зависимости от того какова ваша вера каковы ваши убеждения каковы ваши ценности вот если вы ну допустим человек верующий а человек верующий если вы верующий человек то конечно вы можете обратиться в церковь поставить свечку бабочки вот и соответственно попросить таким образом у нее прощение это было бы наверное самым правильным и самым таким адекватным адекватным для вас поведением вообще вот если вы ну может быть не достаточно верующий человек или может быть считает что это не так важно не так актуально да то в принципе вы можете как угодно это абсолютно не важно обратить прощение вот сейчас у у нее вот и в общем то я не думаю что будут особо будут какие-то различия различия главное понимать то для чего вы это делаете да то есть вот вот это я полагаю нужно обязательно это нужно сделать вот чтобы у вас было как можно более ну вот четкое понимание того чего вы хотите можете это сделать вы в принципе своей семьей просто вот ну всей семьей собраться все вместе и пократить у бабочки прощения за то что вы считаете ну за то что вы считаете вы сделали что-то плохое ну например например ну вот ага можно по очереди поочередно это сделать если есть такое желание это разницы какой-то такой период нет главное чтобы было желание чтобы была какая-то потребность да вот вот и все большому счету а больше ничего как бы не нужно вот вообще что еще можно сказать постарайтесь определить для себя этот момент связанный с тем что вы как бы вот считаете что она бабушка я имею ввиду эммм как бы я имею ввиду эммм должна была как бы прийти к вам во сне да вот определитесь с этими моментами потому что на мой взгляд они несколько мистифицированы вот а мистификация как правило ничего хорошего не дает вот кроме каких-то лишних немножечко переживаний так что вот об этом я рекомендую вам подумать а если же есть чувство вины не да какой-то такой вот может быть сильный с которым вы не можете справиться самостоятельно да и так далее то в этом и с этим я думаю что вам можно помочь вот от чувства вины можно избавиться было бы опять же у вас это это желание да то есть понятно я надеюсь что если вы хотите все в принципе все вполне решаемо если вы хотите все можно сделать значит поэтому если нужна будет помощь обращайтесь всегда буду рад помочь вам если остались вопросы дополнительные пишите в личку буду рад помочь отвечу на вопросы на все ваши вот если вам понравился мой ответ буду благодарен если сделаете его лучшим желаю вам всего доброго желаю вам сил чтобы пережить этот поздний период вот всего вам доброго и удачи до до Продолжение следует...